А сегодня, значит, у нас что? У нас сегодня по биотинологиям, значит, ПЦР и методы ин-ситу, и вот так как мне придется вот на полчаса увеличить, я одну лекцию, которую я пропустила, там регуляция экспрессии генов и эукариот, я ее разобью на две части и придется, да, вот на полчаса позже посидеть. Я не знала, что, оказывается, Юра уезжает, я могла бы занять его место, но что-то Коля мне не предлагал, наверное, он сам хочет для своего, ну, как бы, очень сильно, поэтому не буду, наверное, с ним спорить. С ним заняли, что ли? Ну, он сказал, что не будет занятия там у Юры, и поэтому меня просто же пропустило, ну, как бы, мне придется как-то это наверстывать, поэтому вот. Да, вот мне сказали, что хочет. Нет, как, следующую субботу на первую половину Коля будет. Вот, я и говорю. Да, потому что Юра не будет. Ну, ладно, ничего страшного, я думаю, не это самое. Так что, да. Вот, а 17 декабря занятие будет нормально по расписанию, там будет не лаборатория, а просто очередное занятие. Лаборатория будет, как я сказала, в воскресенье. Вот. Ну, значит, так, что мы делаем. Сегодня мы говорим про практическую часть, уже как-то, как и раньше, то есть на то у нас и технологии. И это очень имеет большое отношение к лаборатории, которая у вас будет, потому что там как раз вы кое-что будете делать, там ПЦР, например. И можно показать еще так же вот в интернете. Кстати, ой, я забыла попросить. Ну, может быть, потом, во время перерыва, эти вот колонки, которые, помните, после раздавали, они были чьи. Можешь принести вот эти маленькие такие колонки были. Они были чьи, вы не помните? Яш, они не ваши были там, ну, в смысле, или Коля их приносил? Ну, Коля их приносил откуда-то. Колонки. Колонки. Не знаю, ничего не знаю. Ага, спасибо. Так, значит. Так, ну ладно, значит, начнем. Так, значит, собственно говоря, о чем мы сегодня будем говорить? Ну, первым делом про ПЦР. Я как бы сейчас вот не буду там показывать, просто давайте, как бы это как бы вводный слайд, в котором написаны вообще все темы на сегодня. Значит, собственно говоря, вот что такое ПЦР. Помните, я вам показывала вот эту лабораторию в интернете, которая, так сказать, бактериальную последовательность там они секвенировали, и после, как бы, они ее амплифицировали как раз ПЦРом. Я вот сейчас еще раз покажу, и вы тогда лучше поймете. Вот как раз сам процесс ПЦР. Когда мы хотим наработать очень большое количество ДНК, мы можем классическим способом клонирования, то есть вот в бактериях его растить, как вот я вам рассказывала, это займет длительное время. И, представляете себе, с теми бактериями возится довольно много, там, эти чашки Петри и все. А ПЦР может делать то же самое в течение, как бы, часов пробирки. Просто вот придумал один американский ученый такую машину, и, как бы, в принципе, я вам объясню. То есть специфически амплифицировать ДНКовую последовательность, так скажем, из любого источника при наличии, почему специфически, потому что используются так называемые праймеры. Ой, вот все-таки, наверное, не очень хорошо эта штука, будет падать. Тут и дело, даже не знаю, я не смогу двигаться с ней. Ну, хорошо, я положу ее сейчас сюда. Вот, значит, так, например, вот у нас есть какая-то последовательность определенная, которую мы хотим амплифицировать, какой-нибудь один ген. И мы делаем праймеры к его концевым участкам. Ну, праймеры, как бы, в принципе, выбираются участки такие, чтобы они были, как скажем, не сильно повторяющиеся. То есть, как бы, надо найти такой участок, чтобы не амплифицировать бог знает что вообще в каждом, так сказать, в геноме. А только вот какой-то определенный кусок. И дизайн праймеров, там отвечают специальные программы, мы можем показать даже в интернете, наберите, там праймер, PCR праймер дизайн. Найдется много всяких программ написанных уже, потому что, как бы, вручную даже трудно бывает предусмотреть всякие, так сказать, мелочи, чтобы... Ну, то же самое, как вот дизайн проб, как бы тоже, чтобы вот проба для... Какая специфическая для Саузернблота, она должна тоже быть с учетом всяких вещей, чтобы она была специфическая, чтобы там не было никаких вторичных структур, там образовалось, там полиндромов, что-нибудь такое. И вот, знаете, еще можно, даже если ты не знаешь, вот из генома какого-то вещества, которого... Существа, которого неизвестна еще, в принципе, последовательность, но догадываемся, что это какой-то ген, он должен принадлежать какой-то эволюционно-консервативному семейству, и мы можем, так сказать, предсказать примерно вот праймеры, которые могут апплифицировать что-нибудь, по крайней мере, попытаться. То есть, если мы такие праймеры, так сказать, в PCR положим, у нас получится какая-то последовательность, значит, мы нашли ген, который в этом конкретном организме комплементарен известному. Ну, вот, например, я не знаю, мы изучаем там, не знаю, какую-нибудь там, какую-нибудь обезьяну редкую, и мы знаем у человека там такой-то ген, и мы можем взять праймеры на основании человеческой последовательности, но тут, опять же, это надо учитывать там всякие особенности, может быть, там попытаться сделать какую-то, знаете, там, я не знаю, ну, я не знаю, может быть, там какое-то изменение в этой последовательности, с учетом рассмотрения генома. А это очень, как бы, все сильно вот зависит от написания алгоритмов тоже, кстати. Я не знаю, вот люди, которые пишут эти программы, я уверена, что они разбираются, как это делать, потому что мы, как бы, вот, биологи, мы просто чисто вот подставляем это все, так скажем, и смотрим там, что оно выдает. Ну, принцип вы поняли. Главное, чтобы комплементарность была к конечным участкам. И потом это последовательно амплифицируется вот так вот. А главное, что принцип ПЦР, который позволяет наработать очень много копий, там, миллионы, то, что этот цикл амплификации повторяется много-много раз. Каким образом это возможно? Вот, сейчас я им покажу. А вы уже кое-кто слышал про ПЦР, да? Или вот мы упоминали, ну, в смысле, что вот это, как бы, там, один, там, не знаю, с одного волоса человека можно наработать достаточно, чтобы там, как это называется, на месте преступления определить преступника. Вот, путем ПЦРа, например, это очень возможно. Так, значит, что у нас тут написано? Ну, да, что ПЦР-продукт будет увеличиться к геометрической прогрессии, и по существу это метод клонирования ДНК-последовательности. Так, значит, ну, какие у нас, так сказать, преимущества? Ну, во-первых, это, как бы, очень быстрый метод, так я уже сказала, и можно, так, вообще, как бы, все сделать за один день, то есть даже вместе с дизайном праймеров. Единственное, когда преусловишь, конечно, что эти праймеры у нас прямо-таки нам и принесут. Это, конечно, вряд ли, потому что даже если в Америке они занимают, там, день-два, чтобы их сделать и вам прислать обратно. Ну, как бы, за неделю, скажем, можно уже весь дизайн сделать. И, разумеется, это дешевле будет. Ну, и также, что можно делать всякие вариации. Вот, помните, я вам говорила, что ПЦР можно использовать, вот, чтобы делать мутации, причем разные можно делать, там, точковые мутации, делеции, инсерции. Вы спросите, как? А вот представьте себе, что мы делаем праймер, который полностью комплементарный, но у него есть одна только, вот, как бы, мутация. Он все равно приклеится по комплементарности. Эта одна мутация, скорее всего, позволит, так сказать, по теории вероятности приклеиться, при том, что мы условия будем подбирать, чтобы температура была такая, как бы, подходящая, чтобы она, если очень высокая температура, то, конечно, сами понимаете, будет только стопроцентная комплементарность. Будем подбирать условия, чтобы произошло вот это вот приклеивание, анилин по-английски, то, что называется. Это анил. И тогда, как бы, у нас получившийся фрагмент, он получится тот же самый, только с одной мутацией. И даже можно небольшие делеции, инсерции так же вносить. Это, конечно, тоже, ну, можно сказать, снижает вероятность того, что происходит этот анилин, но все-таки не на 100%. То есть, как бы, есть там определенные способы произвести этот мутагенез. Он называется side-specific. Metagenesis. Таким образом, мы можем делать разные вариации гена и изучать потом белок, таким образом, получившийся. Если мы хотим узнать, например, в каком домене белка там находится какая-то структура важная, и мы эту структуру убиваем путем мутации и смотрим, действительно ли этот белок потом работает или не работает. Так что, в общем, это довольно интересно. Ну, вот тут недостатки, что, в принципе, сейчас как бы у нас все каждым годом улучшается, потому что там полимеразы новые используются, которые вот для ПЦР, которые более, так сказать, имеют всякие различные функции. Но, в принципе, с точки зрения ошибок практически сейчас сведено до минимума. Вот в старые времена это еще было. Ну, тут написано, что вот если нужно повышать температуру до 98 градусов, это увеличивает повреждение ДНК, то есть, каким образом все-таки ошибки могут происходить. Ну, это все как бы ПЦР, вот эти вещи, они технические, то есть, как бы они решаются путем развития технологии. Откуда берутся полимеразы для ПЦР? Так как температура используется очень высокая. Помните, я вам говорила, что нашли там вот эти вот архибактерии, которые живут в горячих источниках, там в таких, я не знаю, там при температуре чуть ли не в кипящей воды, они там живут. И у них ферменты, в том числе полимеразы, функционируют при этой температуре. И постоянно их как бы вот ищут. Есть даже компании, которые вот этим занимаются, там это финская одна компания, в Финляндии, наверное, что-то, это самое, я не знаю, американское, они там путешествуют всякие там, Йеллоустоуны, и на Камчатку даже кто-то ездил. И, в общем, находят эти новые бактерии, новые полимеразы у них выделяют. Вот, так сказать, это такой вид бизнеса. А что? Высокая температура в силу. Ну, потому что, как бы, в том, что эти циклы, у нас, как бы, периодически происходит нагревание, чтобы произошло расплетание этих двухсточных ДНК, и чтобы праймеры могли приклеиться. Нам нужно же расплести вначале. А потом температура охлаждается немножечко, чтобы произошла уже дальше, как бы, полимеризация. Но, чтобы оно, понимаете, раньше, когда не было вот этого вот термостабильных полимераз, приходилось при каждом вот этом вот цикле добавлять новую полимеразу. И это комморазм. То есть это, как бы, некая машина делать не будет. А чтобы, ну, высокая достаточно нажава температура, чтобы расплести ДНК, ну, может быть, не 100 градусов, я уже сказала, но больше 70 точно. Ну, в клетке происходит, так сказать, там, ферменты, которые АТФ затрачивают, а тут мы физическим способом ее расплетаем, нагреванием. Так что, да. В клетке там какие-нибудь геликазы, да, это другое. А вот МСИЛИСНИЧЕ, Ага. А и там же в клетке там нет никаких, там, ни гистонов, ничего всех этих белков. То есть там все это... Ничего, голая, чистая ДНК. А и не нужно. Ведь это же процесс чисто, чисто вот как репликация происходит, вот полимеризация ДНК и все. А нельзя там эти ферменты добавить, чтобы температуру не снизить? Так а зачем ее содержать? Уже надо, наоборот, увеличивать, чтобы... Нет, чтобы более нежные. Там слишком много надо их набирать. На самом деле все, что нужно, это вот полимеразу, и к ней буфер, и эти нуклеотиды, и все. Нет, я имел в виду, не ведется ли как-то какие-нибудь улучшения в сторону того, чтобы при более низкой температуре все работало? Или это не нужно? А, ну, из-за вот необходимости ее, это сказать, расплетать периодически, там ниже определенной температуры не понизишь. Там нужно минимальное, при которой они расплетаются. А дело в том, что почему выгодно повышать температуру? Потому что это как бы увеличивает то, что называется по-английски, stringency, то есть как бы специфичность связывания. Потому что если она высокая, тогда свяжутся только 100% комплементарные праймеры. Понимаете, да? А если она как бы такая, как бы не очень, тогда могут вообще бог знает, куда они там прикрепиться, только частичные комплементарности, они уже прикрепятся. И это зависит от наших целей. Иногда нам бывает нужно посмотреть именно, как бы, чтобы она частичная, какая-то сказала с точки зрения лодоматогенеза, или когда мы не знаем точно, какой там у нас, так сказать, мы гадаем на основании похожих организмов. По поводу размера, вот написано, что в основном это несколько тысяч, пар оснований, видите? То есть если какие-то большие, то невозможно. И иногда бывает там тяжело их потом клонировать, в смысле, что в какую-то там празмоплазмиду. То есть надо добавлять специальные эти самые, так сказать, вот к праймерам, можно добавлять какие-нибудь сайты-рестрикции, чтобы на концах были рестрикционные сайты. Ну, в принципе, вот так полимераза, например, она добавляет вот нуклеотиды А на 3 штрих конце. То есть если мы там сделаем какое-то другое, скажем, не знаю, плазмиду, которая будет вот порезана, и там много ТТ, например, ТТТ, а наш, как бы, по продукту, он будет иметь ААА, тогда они не склеятся. Вы спросите, каким образом сделать плазмиду, чтобы у нее при порезании было ТТТ там на конце, ну, надо найти такой рестрикционный сайт, который режет там, где есть, то есть есть такие ферменты, которые режут и образуют, как бы, ну, на конце там как раз получается несколько Т. То есть это возможно. Ну, это, как бы, все эти проблемы, короче, технические, все равно ПЦР является лучшим методом, и, в общем, все эти истории с теми самыми, вот, с тем, чтобы там как-то сделать с клонированием, они все равно уходят на второй план, потому что, ну, клонирование в классическом смысле, там, с бактериями, это, конечно, только, ну, то есть уже не так, как раньше. А зачем все время ездить на горячие источники? Взяли бы самые горячие источники, открыли бы, посмотрели бы, что там за бактерии, и из них бы взяли... А знаете, это как бы вот какое-то коммерческое вещь. Я вот, кстати, вот, мне само это интересует, потому что, как бы, там это самое такое, что, как бы, каждый, во-первых, первый полимераз, они не имели вот этого вот proof editing, то есть они не могли там, как вот, ну, нормальные наши полимеразы делать там проверку, то что ошибок, а они нашли такие, которые могут. Потом там какие-то, которые, так сказать, не делают как-то более термостабильные, в общем, еще что-то. В общем, это все время как зубная паста, все время new and improved. То есть, ну, ты не знаю, последние несколько лет находишь чего-нибудь, но вот еще лет пять назад постоянно новые появлялись. И какой-то каждый раз как-то лучше, чем предыдущие. Да не, ну, нет, новые, в смысле, выделили из новых каких-то бактерий, то есть и нашли там или какую-нибудь... А откуда новые бактерии? Ну вот до какого-то момента все время, вы удивитесь, находят постоянно новые бактерии, вот если сейчас даже, ну, вообще нового организма, особенно микробы, потому что микроб, вообще столько не изученных, что то самое, те, кто, типа, занимается, просто в земле вот находят, постоянно новые. Так что это не проблема вот найти новые. Главная проблема найти из них ферменты. Да. А бактерии, которые, ну, в количестве случаев, могут жить при небольшой температуре? Нет, они так же, как вот мы, ну, как бы, вот наша, как из него жить, так и они, они, у них как бы на оптимальной температуре, именно вот такая вот повышенная. Они, белки не денатурируются, представляете, при такой температуре. Это удивительный, конечно, факт. А вот, кстати, вот я вот никогда не задалась этим вопросом, как они вообще из них что-то уделяют, а не, это самое, в термосе, что ли? Подогревом. Подогревом, если бы, ну, он там прям кипеть должен, ну, как бы, да, это, мне это, кстати, вот, да, знаете, когда будет время, посмотрим, потому что насчет этого интересного, это арки, вот, арки, а те, которые состояние. Я только покажу вам этот кусок про ПЦР, там не все, а только про ПЦР. Ну, ничего страшного, там со звуком, главная картинка я, со звуком там обойдемся сейчас. Я даже звук сейчас вообще выключила сейчас. Вот, сейчас включу ПЦР Амплификейшн. Вот, вот тут, кстати, как раз и нарисовано, как все делается, видите, значит, что он говорит, красную пробирочку кликнуть. Вот, в красную у нас, значит, это Master Mix, просто... Побольше. А, побольше? А можно ли вот вопрос тут как-то... Просто, на вас, по-моему, можно. Да? 3D рендеры, это что-то, не это самое... Просто Control Plus. Да? Я попробую. Control Plus. А, да, точно. Ну, это просто мы экран делали больше, да? Да, просто. Ну, хоть так. Ой, а чего он, как бы, дальше-то? Сколько он вынесся? Нет, смотрите, а перо слишком большой, да? Он не влезает в наш экран. А нужно куда-нибудь... Подвинуть? Нужно нажать мышкой куда-нибудь сбоку от картинки и пострелать другую. Наверное. Можешь, на полной экране, подбегу, по-другому, 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 по-другому. А тогда, ну, полный экран будет все. Ну, ладно, давайте так, в принципе, и так видно. Вот, давайте вот так сделаем. Значит, теперь... Значит, мы... Master Mix у нас это просто смесь всех... ну, самого фермента, плюс нуклеотиды, плюс буфер. Теперь мы нажаем на зелененькую. Это позитивный контроль ДНК. Это просто, чтобы в любом эксперименте должна быть позитивный контроль, который 100% будет работать. Вот какой-то уже был сделан, и как бы мы знаем, что он будет работать. А, как бы, вода, это как раз негативный контроль. Как вы догадываетесь, тут очень важно, чтобы было никакого загрязнения. Потому что, если мы добавляем просто воду, ничего не должно получиться. А если что-то получается, значит, у нас что-то загрязнено, что-то добавляет, как бы... Загрязнено в пробирках? Ну да, в пробирках, или пипетки, например, или прямо вот, я не знаю, с пальцев сыпется. Вот, для серьезных мер, для этого нужно полную стильность соблюдать. Для ПЦРа там в специальной комнате все там ультрафиолетом просвечивается до того, пока ты ходишь. И там в специальном халате, там в двух перчатках, в общем. Это все очень серьезно. Так, значит, теперь мы это все в ПЦРную машину. А ПЦРные машины были придуманы просто как такой приборчик, который периодически меняет температуру. Видите, они просто в пробирку туда кладут. И, как бы, там есть программа, в которой написано температура 95 градусов, время 25 секунд, цикл номер один. Что это такое? Мелтинг, то есть расплетание. Потом, значит, вот... Либо анили, ну вот это, значит, наоборот, сплетание. А экстенд, это значит, как раз амплификация. Ну, тут написано температура, остаившееся время, номер цикла. И какое, значит, что происходит. Расплетание, склеивание или амплификация. И с циклом обычно могут делать... Вот написано 30 циклов вот здесь, вот видите. Они сделали первый, самый первый, как бы, цикл 95 градусов в 10 минут, только это. Почему? Вот вы можете догадаться, почему только вот первые 95 и ничего, ничего больше. Чтобы расплести, да. А здесь у нас ничего другого не делаем, только расплетаем. И видите, вот, как бы, после этого мы делаем 30 циклов. У нас каждый будет всего лишь 30 секунд 95 градусов. 60 секунд будет, как бы, с праймера, как бы, они должны склеиваться. И на 45 секунд дается на амплификацию. То есть идеальная температура для этой полимеразы, она 72 градуса получается. Потому что она работает перед температурой. Но при этом даже 95 ее не убивает. А вот раньше, что приходилось делать, что были какие-то полимеразы, которые надо было добавлять, вот, 10 минут ждать. И потом, как бы, машину останавливать, добавлять ее, как бы, тогда уже после вот этих вот первых 10 минут, потому что иначе она умирала. И, как бы, более новые полимеразы, которые называются Hot Start, они, как бы, прямо сразу можно добавлять и уже включать машину и жить спокойно. Они называются так часто, потому что, ну, так полимеразы, потому что это TTAQ. Потому что организм, в котором оно выделено, был, как так назывался, я уже забыла, термофилус какой-то там, в общем, можно посмотреть. Поэтому так это, как бы, оттуда пошло, из названия бактерий. Ну, есть там разные вариации на эту тему. Вот, видите, в течение каждого цикла первый этап, вот, как бы, расплесение. Для того, чтобы разделить две цепи ДНК. Вот, и поэтому первый раз мы нагреваем ее 10 минут, а потом каждый, каждый, в каждом цикле всего лишь по 30 секунд. И праймеры не могут присоединяться на такой высокой температуре, поэтому он охлаждается до 60 градусов. Потом праймеры, вот видите, вот они, праймеры у нас соединяются с одноцепочной ДНК. А вот еще момент, тут написано, что почему два расплетенных цепи ДНК обратно сами не соединяются, потому что праймеров добавляется в большом количестве. Вот, кладчик стез, значит, что их добавляется столько, что они, как бы, как вот это, как сказать, по закону химии, там, компетитив, там, понимаете, что я имею в виду, их так много, что они шапками закидывают, поэтому в основном все, так сказать, соединяется с праймерами, ДНК, как бы, с друг другом, да, они просто не могут найти вторую цепочку, там, скорее, с праймером соединяться. Вот, и последний этап, это вот экстенд, то есть, как бы, амплификация. Это, собственно говоря, вот сам вот процесс вот того, что образуется новый кусок ДНК, и он делается вот, ну, около 70 градусов, там можно плюс-минус несколько градусов, 45 секунд. Вот, давайте посмотрим. Так, значит, как можно больше получилось копий. Каждый цикл дает, как бы, это геометрическая прогрессия. Вот, видите, он расплетается. То есть, принцип, на самом деле, вообще, очень здоровски вот так придумано. Человек, который это придумал, он просто вот дошел чисто вот сам вот, я не знаю, как-то вот, я читала про это открытие, что вот тут у него были какие-то идеи по поводу того, чтобы делать циклы, и вот на основании вообще какого-то там чисто опыта ненаучного, я уже забыла даже с чем связано, но как бы что-то в жизни его подтолкнуло на эту идею. Откажется, это и МОУ-2. Да, мы удваиваем, получается геометрическая прогрессия. То есть, получается, что вот, видите, вот у нас тут как раз написан номер цикла, вот. Номер цикла 3, вот сейчас мы склеиваем праймеры. Ага. А желтенькие? Желтенькие это праймеры, желтенькие и зелененькие, их два. А полимераза вот голубая, вот давайте сейчас посмотрим, сейчас будет следующий цикл. Вот, уже получилось две копии, видите, в третьем цикле, в четвертом цикле 8, ну и так далее. Если мы сделаем там, я не знаю, вот смотрите, сколько циклов ИТД, 30? Сейчас дойдет до 30. О, один миллион копий. То есть, вы можете представить? Поэтому я хотела сказать, что если даже один волос находится, из него достаточно выделить там такую, не знаю, кажется, какую-то, не знаю, микрограмму, если не нанограмму ДНК, и этого достаточно. Но поэтому и важно соблюдать стерильность, потому что вы догадываетесь, что если любая, не знаю, вот, например, мы изучаем, особенно человеческая, и мы сами своими руками там что-то заляпали, мы тогда не того, так сказать, человека будем изучать, а свои собственные, да, своего себя. Вот, смотрите, давайте посмотрим еще раз, потому что это такая очень, мне кажется, мне нравится эта штука. А машина так и есть, нажимаем на кнопочки, видите, выбираем программу, и все. Ну да, мы можем меньше сделать, просто обычно стараться можно больше, ну, конечно, да, разумного предела. Там больше 40 циклов, по-моему, никто не делает, потому что это занимает часа 4, даже 5, так вот. Ну, чисто по времени, да. А потом, я не знаю, что машина, наверное, вряд ли сломается ее можно, наверное, хотя не знаю, может ее нельзя перегревать очень долго. А вот, посмотрим здесь. Дальше нам нужно, разумеется, очистить полученную ДНК от праймеров, это вы правильно заметили. Ну, смотрите, вот еще раз, видите, да, из принципа, в общем, как все гениальное, довольно просто. То есть там у меня чисто не появится, там еще больше становится. Ну вот все, сейчас пошло у нас, видите, все эти время, там все циклы пошли. И вот, я так понимаю, что как раз-то мы и будем в лаборатории делать. Вот это не удвоение. Нет, оно, вот, 30-й цикл в миллион раз увеличилось. Не удвоение, оно, вот после третьего цикла в два раза, не знаю почему, смотрите, после первого цикла. Первый цикл они считают за вот это нагревание, второй цикл, наверное, они имеют в виду уже удваивание, как бы это имеется в виду на начало третьего цикла, я так думаю. Какая-то закономерность тут есть, вот геометрическая прогрессия, я просто математическую не изучала под оплеку этого. А какое-то, в два... Да? Но не удвоение получается, действительно, больше, чем в два раза. Так что, вот, а дальше нам нужно вот действительно это дело все очистить. Сейчас, контроль-минус. Скажи, как посыкнут, чисто, мы сразу начинаем закономерность искать. А как нам меньше сделать, сказали, контроль-плюс был контроль-минус? Что-то у меня больше он не... Или... Да, и уменьшить минус. Что-то у меня теперь не контроль-плюс, не контроль-минус, больше он не... А надо щелкнуть на страничку. А... Ну, ладно, сейчас туда закончим, он его может выдаст. Так... А, ну да, тут как раз показывается очистка. Очистка путем фильтров таких вот, как бы, раньше использовались колонки, а более, как бы, продвинутый метод, это просто центрифуги, там, в пробирке. Ну, фильтр это просто такая маленькая мембрана, которая, как вот, как это сказать, как вставка вставляется, и через нее протекает просто весь наш самый продукт, смесь праймеров и продукта, и праймеры оседают на фильтре. Там, он так сделан, что только ДНК очищается таким образом, вот, можно посмотреть. Образы, как-то для разных программ, которые... Да нет, там, как бы, вот, в принципе, вот сейчас тут написано, даже на каком основании это все, что... Нет, тут исключительно этот буфер для того, чтобы очистки... Сейчас я найду, где тут написано, на эту тему. Есть две пробирки, зачем? О, здесь две пробирки? Ну да, один контроль, а позитивный, другой негативный. Вот, собственно говоря, что написано, что, как бы, в принципе, можно сделать это все в геле, но легче сделать вот эти микрофильтры, и на каком основании это работает, ну, вот, что, вот, ПЦРный продукт, он как раз застрянет на колонке, а праймеры, нуклеотиды... А, я вспомнила, на каком основании, да, потому что это элементарное основание, это колонка имеет дыры определенного пора, определенного размера, поэтому просто ПЦРный продукт, у нас же там несколько тысяч килобас, и он просто не пройдет через эти поры, а пройдет как раз всякие вот эти вот праймеры, они маленькие, и там нуклеотиды неиспользованы, и прочая всякая ерунда, а, так сказать, наша ДНК останется в самом вот этом вот фильтре наверху, и мы ее потом оттуда смоем. Вот видите, тут написано, что ПЦРные продукты должны быть застрять на колонке, а праймеры, нуклеотиды и другие маленькие компоненты, они как раз пройдут, и их можно просто вылить. А мы потом эту колонку достаем, ну, как тут просто, как бы, пока вы это не увидите, трудно объяснить, пробиркой у нее оставляется вот такая вот маленькая такая штучка, которая мембрана на конце, мы просто ее оттуда достаем, перекладываем ее в другую пробирку, в чистую, и оттуда уже смываем специальной жидкостью, которая, как бы, позволяет ее оттуда удалить. И у нас таким образом получает чистый ПЦРный продукт. Ну, вот тут и написано, что мы добавляем буфер к перевернутой колонке, и оттуда ее смываем. Ну, сами понимаете, что ее можно смыть только, если в колонку перевернуть, потому что коры-то у нее не дадут ей пройти, то мы ее просто переворачиваем и как бы просто физически вымываем в другую пробирку. Ну, в общем, довольно простой способ. Давайте посмотрим, может быть, будет что-то видно. Да, вот сейчас мы добавляем, вот видите, тут вот эта вот голубенькая, это и есть этот фильтр. Мы туда ее положили, наш ПЦРный продукт, и в центрифугу теперь все это. А почему три, да, там два контроля было, один эксперимент. Ну, позитивный и негативный. Позитивный имел какую-то ДНК, которая точно должна работать, а негативный просто вода. Так, а вот, кстати, в центрифуге, видите, counterbalance, это нужно, чтобы центрифуга была балансирована. Ну, как вы догадываете, что там, если она крутится, то уже с обоих сторон там на одинаковом расстоянии пробирки с одинаковым объемом, потому что иначе она у вас просто взорвется. Ну, она уже взорвется, но она будет, був-був, будет сломаться в конечном итоге. Так что завтра, вот, когда будет лаборатория, вам это объяснят. Вот, значит, стрифугировали. Вот, видите, теперь мы ее вот взяли, перевернули. Да, ну, все хорошо видно. Положили в новую пробирку. Добавляем просто буфер, это просто, я не знаю, какой-то раствор, который позволяет, можно даже воду, но ДНК любят лучше, когда какой-нибудь низкий раствор соли все-таки, чтобы был более физиологический. И обратно мы ее, значит, в центрифугу. Вот эту мы выкидываем, а вот эту, значит, в центрифугу. Так. Вот. Что? Первый раз мы, как бы, собственно говоря, праймеры смывали вниз, чтобы они прошли. А второй раз нам же нужно теперь как-то взять нашу ДНК, а так как она застряла на этом фильтре, мы его переворачиваем и смываем его просто с этого фильтра. Физический. Так, что теперь? Теперь все, там следующий этап мы не будем смотреть. Следующий этап был как раз секвенирование. Да, вот подготовка к секвенированию и секвенирование. В общем, этот сайт, он, хотите еще раз посмотреть, он называется, это Howard Hughes Medical Institute, hhmi.org. Это американский такой есть, типа, ну, как бы, система научных институтов, hhmi.org. Ну, там, biointeractive. Тут много чего есть, на самом деле. У нас будет время, мы еще покажем другие вещи. Так. Значит, теперь. Ну, по поводу, там, вот, restriction mapping мы уже говорили. Это я пропущу. Это, вот, использование рестрационных ферментов, чтобы участки ДНК, там, как-то, ну, тоже, кстати, может быть, вы будете делать. Я не уверена, что будет в этот раз или нет в лаборатории. Это мы уже говорили. А, ну, насчет, вот, проекта генома человека, тут, в принципе, как бы, просто, чтобы, так сказать, вам рассказать, вы можете почитать дома тексты. Я вам в картинке там покажу. Значит, может быть, вам уже, наверное, немного, мне кажется, раз рассказывали про это, что там, когда его геном секвенировали, было два типа подходов. Один там, как бы, государственный был, НИН организовал в лаборатории, а другой там какая-то компания в это дело вмешалась, которая называется Селера. Слышали, да? Про это? Ну, в таком случае можно. Я кратко могу рассказать. Значит, в общем, НИН, конечно, они, что, как бы, в принципе, думали, что вначале будут, значит, идентифицировать участок для секвенирования. Вот смотрите картинки. Потом будут делать эти библиотеки, то есть большие куски там, так сказать, из этого куска. И потом будут делать из них более, так сказать, маленькие кусочки. И после этого будут секвенировать каждый. То есть можете представить, там, как бы, надо вначале знать, как бы, конкретно, вот написано, лаборатории были даны задания, специфические последовательности на хромосомах. То есть все лаборатории, там, мы, скажем, работаем над такой-то последовательностью. И создаем библиотеку, ее, значит, картируем путем этих вот реструкционных фрагментов. И каждый клон в этой библиотеке, он ориентирован. Мы уже знаем его ориентацию. Таким образом, мы знаем карту целой хромосомы, вот так вот эти клоны перекрываются. По-английски называется overlapping. И, что? Вот, поэтому, этот, как бы, весь этот метод, он не совсем хороший. Он только вот для генов, по сути, что подходит. Повторяющимся проблемам, потому что, да, так, ну, они сделали все, что смогли. Короче, это действительно, получается, что не очень хороший метод. А вот этот, ацеллеры, они просто что сделали, они взяли вообще геномную библиотеку человека, как бы все-все клоны, без всяких укортирования. Просто, вот, ты не знаю, видите, ДНК порезали на кусочки. И вообще, так сказать, все последовательности просинклинировали просто, ну, неважно какую, там, просто взяли и просинклинировали просто. А потом пытаются их собрать. Вот это то, что и происходит. То есть весь геном человека порезали случайным образом, просинклинировали, опять же, случайным образом. И потом уже пытаться, ну, представляете, такой пазл, когда там 43 пары хромосом, там, ну, скажем, 23 уникальных последовательности. И каждый из них там порезан на кусочки, там, ну, предположим, не знаю, ну, максимум тысячу пар оснований. А в каждой хромосоме у нас, я не знаю, десятки тысяч. И поэтому, конечно, дальше, вот, видите, их, как бы, склеивание между собой, видите, оно основано тоже на прикрывании, ну, и уже, так сказать, задача, вот, современной, вот, в биоформатике в том числе. Так что, вот. Но этот подход Селера, вот эта компания оказалась более успешной, они такие, все-таки, смогли сделать все это более, ну, как, я думаю, всегда коммерческие организации как-то выходят из положения лучше, они же имели свои, так сказать, цели в этом деле. Так что, вот, тут, вот, кстати, я хотела сказать, тут написано, что насчет вот этого вот, что они называли рейс, то есть, типа, гонка, кто там быстрее это клонирует, что с Селера они что делали, что они просто начинали, как бы, все клонировать и потом, значит, так скажем, это секвенировать и патенты на последовательность налагать, а на Эйск все, значит, бесплатно вешали на интернет. И получилась, как бы, вообще, как бы, бессмысленно такая вещь, потому что, как бы, они хотели брать деньги, знаете, последовательность, и на Эйск все бесплатно повесил в конечном итоге. Так что... А что значит патенты на последовательность? Ну, они же, как бы, и клонировали, могли сказать, да, вот, в Америке это возможно, адвокаты додумаются как-то вот, можно патентовать даже последовательность. Они говорят, что вот у нас есть последовательность. Там, мы ее запатентовали. Хотите, так сказать... Ну, вот, видите, написано, что они пытались, как бы, вот, клейминг патент райт. Я не знаю, чем... Я знаю, что кончилось все плохо для этой компании, в конечном итоге, но они, как бы, правда, идея была такая, что, как бы, каким-то образом из этого деньги делать. Я не очень понимаю, откуда взялись начальные инвесторы, им кто-то дал деньги для этого. А дальше уже, как бы, идея была, как бы, что-то, по крайней мере, какой-то денежный, так сказать, из этого делать эквивалент. Но так как NH все повесил бесплатно, то, по-моему, на этом все и закончилось. Так что они только добавили сложности ко всему этому. Суперскою еще понятно. То есть, изначально, пока, что мы аккуратненько все разрежем, будем все это, как бы, за этим следить делать. А Сидера просто сказал, что... Да, мы вообще все порежем там, и... То есть, условно, что, по-моему, кондиционное, биологическое, она перешла в сложность сезоноритмов. Да, вот и все. Да, вы правы. Потому что они сложность биологическую хотели вначале решить, чтобы узнать, в каком месте конкретно что находится. А эти просто, как бы, свалили это все на биоформатическую. И дальше они, собственно говоря, вот чем они занимаются сейчас, это больше именно вот на, так сказать, компьютерные основания. И, по-моему, они даже до сих пор существуют. Я могу проверить, но я еще не уверена. Да? Да, потому что на русской работе. Не, ну, так, большинство лабораторий работают. Я имею в виду в том смысле, что это существует для Селера. Вот это вот надо проверить. Мне интересно. Они не разорились. А где находится геном человека, можно найти? Нет, именно как это, чем он отличается от второго? Подход. А, подход. Тем, что NH, они, каждая лаборатория была выдана, какой-то участок хромосомы конкретно известный. И они должны были его, как бы, картировать, то есть, как бы, ну, сделать резекционные фрагменты и уже, как бы, его секвенировать. То есть, они знали, там, не знаю, там, пяток, участок номер пять, там, хромосомы два такой-то. И, вот, скажем, это было что-то такое, как бы, более-менее, ну, определенное. Дальше уже они могли этот участок собирать, только этот участок. Это было легче сделать. И другая лаборатория занималась другим участком. Но это гораздо больше времени занимало. А Селера, они просто взяли, говорю, весь геном, порезали его вообще просто вот так вот. И все просеквенировали. И потом дальше уже, как бы, сложность алгоритмическую, что, как бы, это все как-то соединить, что, вот, Пьезер вам рассказывал, очень тяжело. И какие другие получили какие-то результаты? Ну, и они дальше получили те и другие, получили примерно в одной. Ну, и тоже, разумеется. Нет, ну, как одно и то же? Не хромосома какая-то, они взяли какую-то... Нет, ну, одно и то же, что геном-то весь был просеквенирован, идея была в том, чтобы показать... Нет, в принципе, взяли какую-то хромосому. Что значит, они раздали ее разными лабораториями? Она же одна всего. Нет, они раздали участки. Каждая лаборатория свой участок. Мы повезли, прям, и раздали. Нет, вы не... Вы будете изучать вот такой-то, вот, вот, такой-то хромосом. У меня не хромосомы раздавали, а не задания раздали. Много-много экземпляров должны быть. Нет, 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 они варили из теки. Из теки хромосомы человеку, возьмите... Такой-то участок. Я не знаю. Какой-то хромосомы, это твои или мои? Да какая разница? Они взяли каких-то... Там, не знаю, было 20 человек, что ли, которых они взяли из разных, там, американцев, по-моему. Я точно не помню, сколько, которых секвенировали. Может, кто-то не помнит, сколько там было начальных объектов, которые... Что-то, типа, сколько-то было небольшое количество человек, с которых выделили ДНК и их изучали. Одних и тех же. Они не брали разных, там, каждый свой собственный. Так, а в чем вы видите проблему там? Ну, вы правы, есть 2% там полиморфизма, они не такие уж большие, на самом деле. Так что они это самое. Что значит, они раздали последствия? Они взяли одну и ту же ДНК, которую выделили из каких-то добровольцев, которых, как бы, ну, изначально использовали для этого сауна. То есть они, как бы, изначально все-таки разные, взяли себе? Ну, да, они, как бы, это, можно сказать, в этот момент с полиморфизмами, они, так сказать, свели до минимума. Я могу посмотреть точно сколько, я не помню. Ну, мало, сколько там на миллион это самое. Давайте посмотрим точно сколько. Сейчас, если посмотрю, сейчас, чтобы не врать, давайте посмотрим точно сколько. Да никакой разницы, в том-то и дело. А вы удивляетесь? Ну, у меня тоже был глупый. Так, это было вот здесь вот, по-моему, проб. Или в первой или второй части. Я посмотрю сейчас, сколько там было конкретно. А с точки зрения полиморфизма взяли определенную группу людей. Вы думаете, что просеквенировали все человечество? Нет, конечно. Ну, и, как бы, получается, что этот момент, ну, не учли. Так, сейчас я найду конкретно сколько. Где это было? Есть только консенсусный геном, часть уже, который, типа... Его все время улучшают, этот консенсусный геном. Сейчас, я хочу найти сок полиморфизма. Так, потому что я точно не помню. Так, это про Томика. У меня где-то-то было... Я еще поняла точно, сколько этих полиморфизмов. А, вот тут написано, что каждые две тысячи пар оснований, это не написано, сколько всего. Ну, да, это, наверное, все-таки довольно много, может быть, это самое. Каждые две тысячи пар оснований есть какой-то полиморфизм. А если геном человека, там, несколько миллионов, пар оснований, миллиардов, то можно посчитать, сколько будет полиморфизмов. Ну, считается, это одна десятая процента не пропущена. Да? Вы точно считаете, что она десятая? Я не уверен, точно. Если генит на 20 тысяч, то есть генит на 20 тысяч. Почему эти две тысячи? Ну, из каждой две тысячи у нас по одному, этому самому. Нет, ну, то есть одна ошибка на 20 тысяч пар? На две тысячи? На две тысячи. Ну, на эту тему, говорю, давайте не волноваться, потому что, как я сказала, этот консенсусный геном основан на тех, кого секвенировали и чудо-динка использовали. Я не знаю, даже на каком основании выбирали этих людей, но продолжают добавлять, вот секвенировать все у новых людей и как бы сравнивать с точки зрения полиморфизмов. Так что вот главное, что результат получили и те, и другие, понимаете, и примерно в одно и то же время. Я очень помню хорошо, как этот Nature журнал вышел там с такой схемкой, на это самое, что вот геном человека секвенирован, ура, и это самое. Главное, знаете, как вот у нас там эту пятилетку выполнили. Мне правда это очень напоминало, это самое. За три года? Да, да, да. Пятилетку очень напоминало. Так, сколько у нас там времени, чтобы... Так. Так, 12.47. Ладно, значит, давайте перейдем к чему и более такому проще. Например, вот гибридизация ин-ситу. Это интересная такая штука, вот изучение на стогенетическом уровне. Вы помните, я вам говорила, что там хромосомы человека можно изучать, где там синдром Дауна определить, если там телекция. А можно даже ген найти, где он находится. До того, пока геном был секвенирован, то какой-то ген, скажем, клонировали новый участок ДНК и хотели узнать, где он находится в такой хромосоме. И брали, значит, весь метафазную пластинку со всеми хромосомами и делали пробу. Ну, сейчас вот посмотреть, да, чтобы... Делали пробу, в принципе, написано, что они довольно большие, 50 килобас, то есть, можно сделать. И к какому месту она гибридизуется, это просто цветом выделяется, потому что проба флюоресцентная, то есть, как бы, один из нуклеотидов, когда эта проба синтезировалась, был помечен флюоресцентной меткой. И поэтому в микроскопе, ну, микроскопы бывают те, которые светят разной длиной волны света, видно просто, скажем, я не знаю, все хромосомы голубые, а вот где вот метка, она розовая, вот тут показано. Вот, например, тут был какой-то вот ген синдрома Вильямса на хромосоме 7. В смысле, что, вот видите, в одной, так сказать, хромосоме у нас он есть, а в другой нету, значит, что в этой хромосоме у нас с геном все нормально, а в другой он исчез. Ну, вот тут как раз показано, что это самый... Тут он есть, а в другой хромосоме его нету. А метка просто берется то же самое, как вот для... Все вот эти метки делают одинаково. Это химический синтез, у ольгонуклеотиды синтевируются, там синтезатор есть специальный. Берется 4 нуклеотида, один из которых помечен флюоресцентно. Просто к нему это называется адакт по-английски, флюоресцентная такая штучка, которая светится при определенной длине волны. А какая они? А последовательность из куда взяли? Ну, известная последовательность, ген какой-то этот. А прицепили. А прицепили, вот это хороший вопрос. Значит, смотрите, когда делаются фазные пластинки, они на стекле делаются предметном. И потом, как бы, это стекло, оно ставится в инкубатор. Вот то же самое история, как бы, в инкубатор, который высокую температуру, как бы, имеет. Ну, прямо вот, ты не знаю, такой шкаф. И у него все эти стекла ставятся, и на них сверху капается наша эта проба. В буферном растворе накрывается там покровным стеклом, а в этом шкафу оно нагревается так, чтобы это расплеталось. Тот же самый принцип комплементарности. И проба приплеталась. Вы, конечно, скажете, что это кажется очень маловероятным, потому что там уже гистоны, и бог знает что, в хромосоме там белки. Но вот удивительно, ну, факт, они действительно гибридизуются. Просто этой пробой добавляется столько, что какая-то дозгибридизуется. Так что, феномен это, конечно, я тоже всегда удивлялась. Ну, вполне реально. В общем, все, что нужно, это вот такой шкаф с нагревательной, и все. Ну, и проба, собственно говоря, сама. А потом под микроскопом. А потом, значит, еще тут такой, не знаю, вот этот, в принципе, метод, как бы интересно рассказывать, не очень интересно. Ну, давайте здесь покажу. Это, значит, называется sister chromatid exchange. То есть это, собственно говоря, то, что происходит при гомбологичной рекомбинации. То есть вот с точки зрения, например, миоза. А то есть помните, я вам сказала, что вот крысинговер и прочие такие вещи, они происходят тем, что обменивают участки с сестренских хроматид. То есть с точки зрения генетического, так сказать, состава ничего не меняется. Меняется только, ну, то, что это та же самая аллель. Если там какой-то полиморфизм или мутация, только тогда что-то изменится. А так, в принципе, как была та же самая хромосома, так и осталась, потому что это сестренские хроматиды. Так вот, а метод, значит, в чем заключается? Просто что придумали, чтобы, как бы, вот, дело в том, что эта рекомбинация, она является тестом на некоторый вид мутагенности. Вот вы когда писали про мутагенность, может быть, кто-нибудь видел. То есть вот, в принципе, вот этот обмен между сестренскими хроматидами, это с точки зрения мутагенов и влияния среды, он повышается почему-то. И, как бы, можно его, как бы, проследить тем, чтобы клетки вначале выращиваются в присутствии некоторого вещества, которое называется бромодоксиуридин, это аналог тимедина. И потом из них делаются вот эти метафазные пластинки с хромосомами. И получается, как бы, дальше без тимедина репликация, которая дает нам хроматиды, которые половина из них содержит, вот этот вот аналог, а половина содержит нормальный тимедин. И второй, значит, раунд репликации у нас таким образом получаются хроматиды, у которых одна, ну, как бы, хромосома, одна хроматида будет содержать вот этот вот аналог, а другая будет содержать нормальный тимедин. То есть хромосомы получают, что, как бы, как это сказать, из двух хроматид состоят, одна из которых будет помечена, если так сказать, а другая будет не помечена. То есть весь смысл только в том, что, как бы, одна хроматида помечена каким-то аналогом, и он никакой не флуоресцентный, просто, ну, не знаю, вещество и вещество, оно само по себе не... Ничего никакого, просто аналог и все химический. Там дальше используется краситель, который связывается только... Сейчас там написано, что их делают пластинку метафазную, и дальше мы их прокрашиваем красителем, который только с тимидином связывается, а с этим бромдооксиуридином не очень. И поэтому, если у нас есть обмен между хроматидами, то получается они такие, как шахматы. Тут очень-очень высокий обмен, там какой-то сильный мутаген, который вызвал такой высокий обмен между хроматидами, и прямо видно, что они у нас как шахматы. А краска, которая с тимидином связывается. Просто много очень существует красок, которые связывают с химическими, какими-то специфическими веществами, и в принципе нет. По картинке у меня еще будет понятно, что там происходит со стрелочками. А, со стрелочками? А здесь-то что происходит? А тут просто показано, что вот, я не знаю, видно. А у них красные, это что у нас? Тут у нас было, смотрите, в первых как бы делениях мы использовали только брондооксиуридин, и он был красный. А дальше мы его убрали, и сделали одно деление без него. И она успела реплицироваться без него, и поэтому вторая хроматида получилась без брондооксиуридина. Вот и все. Мы его убрали здесь, и как бы красная, это осталась вот та, которая еще содержала в себе этот брондооксиуридин, а серая, которая просто тимидин. Не, мы его убрали просто из, я не знаю, из культуры клеток. Они у нас тут были все и делились. И мы добавляли здесь вот этот брондооксиуридин в большом количестве, что клетка брала его вместо тимидина. А тут мы его просто убрали, ну, в этот момент. И у нас остался только нормальный тимидин в клетке. Понимаете? И получилось просто такие хромосомы, которые химерные, так скажем, я не знаю, которые одну хроматиду содержали еще как бы с брондооксиуридином, а здесь как бы у нас просто тимидин. Но исключительно просто потому, что мы его в этот момент убрали из деления. Они у нас где-то там в пробирке, не в пробирке, там в чашках-то их специально делились. Да, и получилось. А потом дальше как бы мы его покрасили такой краской, видите, которая красит только там, где тимидин. Вот если как бы мы покрасили, не было никакого, так сказать, мутагена, а было просто, так сказать, нормальной клетки, то и, в принципе, количество этих обменов, оно минимальное, тут его практически не видно. У нас просто одна хроматида черная, другая белая. А если у нас какой-то вот, это просто способ тоже оценки мутагенности, потому что некоторые мутагены, они как раз вот повышают количество этих обменов. Это как бы одно из таких побочных эффектов. И у нас какой-то страшный мутаген, который, видите, все так прямо очень сильно повысил. И получилось все как шахматы, так здорово, прикольно выглядит. Они, конечно, вообще не похожи на хромосомы. Ну, они как бы, да, они такие, как бы из-за того, что тут белое с черным перемешалось, ну, так, точки такие. Не, ну, даже тут были как-то не похожи. Да, мне кажется, картинка такая. Почему видно, что хромосомы, видите, вон там, видно какие-то похожи на тело. Там же коротенькие все, а тут, извините. Не, вот тут есть, смотрите, вот коротенькие есть. То есть здесь коротенькие, а там длинных вообще нет. Ну, смотрите, тут, а, хотите сказать, что это самое. Наверное, они просто в разных этих самых, как называется, масштабах сфотографированные, я подозреваю. Тут вот есть длинные, вот есть вот такая длинная, а тут есть покороче. А тут, вы правы, какая-то разница между ними какая-то значительная. Может быть, это две хромосомы, скорее всего, здесь, я думаю. Вот смотрите, это раз, это два, они просто накладываются. Это раз, это два, это раз, это два, ну, друг на друга, да. И ты при этом в линии еще устраиваешься? Я не думаю, что это разные эти самые, я думаю, это просто такая картинка, потому что хромосомы везде одинаковые у всех. Так что, ну да, в линии так получилось. А тут же такой мутаген, который все перемешал? Который все перемешал, да. А какой, а для чего это это применяется? А то же самое, использование, как бы оценки мутагена, вот и поэтому хотел узнать, если кто-то видел. Но он, как бы, в принципе, распространен в тестировании всяких химических веществ, там, лекарств. Систер кроматит экщенч называется, да. То есть, это исключительно для проверки того, можно ли лекарства... Да, 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 не вызывает ли он такой побочный эффект. Потому что есть такие мутагены, которые, как бы, известны, вот, я вот сейчас вернусь сюда, вот, написано, что вот этот систер кроматит экщенч увеличивается в случае, когда мутагены, либо когда какие-то генетические заболевания. И таким образом он может служить маркером для этих вот, либо заболеваний, либо есть такие заболевания, которые увеличивают рекомендацию, например. Кстати, в случае рака тоже часто бывает, происходит такая странная вещь, что... Так что вот. Так, а вот, кстати, про вот дженбанк. Значит, дженбанк у нас это база данных, которую вы можете найти на сайте InEye, вот, этот NCBI. И она содержит в себя как и МРНК, так и геномные клоны. И вот, кстати, вот видите, ДНК, которая была, так сказать, сделана каким-то образом, там, генным инжинирингом, и она бывает запатентована. Вот тут как раз патенты, наверное, потому что патенты на человеческую ДНК, конечно, трудно вести, которая существует нормально. Я вот не очень понимаю тоже, как это происходит, но та, которая каким-то образом изменена, и там какие-то изменения внесены, тогда да, можно патент наложить, если кто-то хочет использовать эту последовательность. Значит, в общем, короче, большинство этих клонов и прочих вещей бесплатные, то есть любой человек может пойти и поискать их в этом дженбанке, и вот, можете посмотреть, если хотите, сейчас посмотрим. Например, ну, так сказать, после того, как человеческий геном-проект был завершен, все известные человеческие последовательности находятся в этой базе данных. И вот, например, это может нам позволить делать новые ПЦР-праймеры и амплифицировать любую последовательность в геноме человека. Так как мы теоретически знаем весь геном, то мы можем теперь уже брать любые участки и амплифицировать. Единственное, с точки зрения ПЦР, вы должны помнить, что обычно больше 10 килобас мы не делаем продукт, потому что, ну, там уже проблемы начинают возникать. Да, и поэтому нужно, чтобы эти праймеры все-таки доходились на расстоянии друг от друга таком не очень, это самое, так сказать, длинном, потому что мы хромосомы всю ПЦР не сможем амплифицировать. Вот, давайте посмотрим тут. Так. Вообще-то сидим, закрой. Так. Чего, естественно, не работает? Работает. Чембанк. Ну, в общем, одностояние от себя. Вот. Ну, и на том же самом основании мы, так сказать, можем здесь искать что-то. Просто написано, как это самое. Вот, например, нуклеотин, то есть мы должны какую-то последовательность здесь вести. Вот, если я сделала это, кстати, случайным образом, то вряд ли там что-нибудь приличное найдется. Потому что, помните, мы уже это обсуждали. Можешь попробовать, но я сомневаюсь. Да, ты на что-нибудь найдешься. На что-нибудь найдешься, да. Вообще ничего не нашлось. Много букв. Нет, ну, слишком мало букв, наверное. Лучше сделать какой-нибудь копипейст из какой-нибудь известной последовательности. Ну, как бы, тут просто написаны разные способы. Вот, можно, так сказать, использовать Blast, вот этот самый, который я вам показывала, что это вставляешь сюда последовательность известную сюда. И она делает нам вот alignment. Тут можно выбирать даже откуда. Вот, видите, человек там, мышь и так далее. Потом можно либо вот белки сравнивать, нуклеотиды. Тут еще, вот, видите, есть транслированные нуклеотиды. То есть это, как бы, на основании аминокислотной последовательности сделали. Ну, и, в общем, вот, праймер, вот, как вот сделать. Праймер Blast. Праймер Design to, вот, видите. То есть мы делаем так. Мы ставим нашу последовательность. И пишем, где мы хотим иметь вот наш этот один праймер Forward и Reverse. То есть, как бы, вот, который слева и который справа. И дальше мы либо свои собственные последовательности ставим, если у нас есть. Либо не ставим. Вот, выбираем размер продукта, который мы хотим. Видите, максимум на 10 тысяч. Вот, температуру ставим, какую мы хотим. Что мы тут еще, вот, если это геномное, можно вот энтероны включить. Специфичность, ведь, организм, базу данных и прочее. То есть, вот, в принципе, этот вот тул для делания какой-то вот такой последовательности праймеров, чтобы к ней, он очень реальный. То есть, как бы, действительно гораздо лучше, чем человек сам будет придумывать. То есть, главное нам саму последовательность ставить нашего гена. И все возможные, как бы, все, что мы хотим, что мы знаем, все возможные параметры. Мы их можем все изменять. Зачем тут они пишут, что собственные праймеры, если у вас они есть, то узнаете, а вдруг уже есть в некоторых случаях. Так что, не обязательно их ставить. Главное поставить температуру, поставить, где мы хотим, чтобы они были. Ну, скажем, там, не знаю, нуклеотиды, там, номер один, нуклеотиды, номер десять. Предположим, я так просто говорю. Праймер обычно имеет в себе как раз не больше, ну, не знаю, там, 10-15 нуклеотидов, там, 20 максимум. Ну, может быть, там, не знаю, 30, не больше. Значит, вот, собственно говоря, тут, наверное, и все. Значит, давайте дальше тогда. А, ну, как бы тут пример конкретно написан по поводу некого заболевания, которое называется алкаптонурия. А кто-нибудь слышал про него? Сейчас я включу. Был человек, который его открыл. Ну, тут давно был открыт, в 1902 году. Ну, что, короче, что происходит, что в организме накапливается хомоджентисик кислота, я даже не знаю, как она переводится. И его можно просто узнать, так сказать, очень просто, потому что там есть такой тест, что, как бы, моча становится черной при добавлении какого-то вещества там. Короче, как бы можно это все сделать просто у младенцев. Но он вреден только с точки зрения, что этот человек потом начинает вырабатывать артрит в раннем возрасте и прочие всякие вещи, которые, ну, в принципе, он может жить, но сильно будет тяжело. Потому что в основном, тут написано, сейчас скажу, насчет того, что это самое. Да, что вот в основном, как бы, алкаптонурия, она не летальная, но вызывает артрит вот из-за того, что черный пигмент накапливается. И иногда она даже не в младенчестве появляется, а позже, и она, так скажем, может лечиться высокой дозой витамина С. Ну, и там другие лекарства. Поэтому, как бы, тут дальше просто, может, не читайте, просто было насчет того, что, как бы, делать анализы подобного рода, что является ли это чем-то таким, что вообще стоит ли делать анализ. Потому что, как бы, весь этот, как бы, проект был именно по поводу того, что, как бы, клонирует ген, и можно сделать анализ, вот тут есть конкретно мутации, если в вашей семье такое или нет. Но так как подобное заболевание не летально, то и смысл, в принципе, его предсказывать особо небольшой, потому что, ну, просто, как бы, человеку будет тяжело жить, но это не является основанием, так сказать, чтобы, ну, это как синдром Дауна, да, что считать, что, типа, какие-то ужасные последствия. Но его, так или иначе, этот ген просеквенировали, клонировали, сделали, видите, вот написано, что его клонировали, сделали гиброризацию ин-ситу, узнали, что он на третьей хромосоме БЕНТа Q2, вот, потом, значит, апплифицировали ПЦРом, вот, на несколько часов ПЦРа было достаточно тоненькое апплисеквенирование. Мутации были, у больных людей были определены, и возможность передачи была определена, в, так сказать, у людей, которые имеют детей, и таким образом можно даже, как бы, это каким-то образом определить на уровне пренатальном. Ну, короче, это такой классический метод по поводу алкоптанурии, как вот этот ген был найден, вот, в геномной библиотеке человека оригинально он был гиброризован какой-то хромосоме, был ПЦРом много-много раз апплифицирован, и дальше просеквенирован, у больных людей, так что найдено, где находятся мутации, потому что у больных людей были мутации, и в семьях было обнаружено, значит, с какой вероятностью у нас появляется это заболевание. Кстати, смотря на вот эту вот диаграмму, как вы думаете, он рецессивный или доминантный? Это, по-моему, нетрудно догадаться. Ну, рецессивный, конечно, потому что родители-то вроде не больные, ну, они носители мутации, видите, оба, причем разных мутаций, что интересно, потому что бывает заболевание, у которых, как бы, в популяции существует несколько мутаций, которые ходят, они равным образом портят ген, но сами по себе они являются разными. Ну, вот у них, вот, сколько было детей, тут конкретно целых шесть, много, и трое были больные, потому что их не мутации перекрывались, вот видите. Почему они называются ПИ-230С, это номер названия этого полиморфизма или мутации, если можно так сказать. Нет, рецессивный, что они, как бы, вот, родители были носителями, оба носители какой-то мутации. Один родитель был носителем одной мутации, другой другой. Каждая мутация сама по себе способна вызывать заболевание. Но чтобы она вызывала, нужно, чтобы в обоих хромосомах были мутантные. Доминантные, это, когда в одной хромосоме достаточно иметь мутантную, и уже будет заболевание налицо. В данном случае, вот, родители имели одну хромосому мутантную, но они не были больными. Так что, как раз, понятно, почему они рецессивные. Понятно всем? Но мутации разные, то есть, в принципе, да, мутации. Да, вот что интересно, кстати, вот даже заметить, раньше я эту сложность не поднимала, что если мутации, как бы, ну, да, говорю, мутации, как будто бы она бывает одна. На самом деле, у многих заболеваний мутации бывает несколько популяций, как обычно, то, что люди живут там в разных странах, и в зависимости от того, где они живут, то может независимо возникать мутации, которые приводят к тому же самому эффекту. Поэтому, в принципе, если у нас в одной хромосоме мутированный ген, таким образом белок получается дефективный, и в другой тоже, но он по-другому дефективный, но тоже дефективный. Результат тот же самый. А, то есть, это вот одна аллеля, а одна на одной хромосоме, на одной хромосоме у нас одна аллель с одной мутацией, на другой хромосоме у нас другая аллель с другой мутацией. Но результат обоих этих аллелей, что дефективный белок. Два дефективных, они по-разному дефективные. Один там, может, я не знаю, какой-то один домен испорченный, другой другого. Но от этого они лучше не становятся, понимаете, как бы, когда они вместе, они друг друга не дополняют, они так или иначе дают тот же самый эффект. Нет, нет, один ген – это один белок. Несколько белков с точки зрения альтернативного сплассинга только может получиться. А с точки зрения последовательности из одного гена только один белок может получиться. Ну, да, мы альтернативный сплассинг здесь уже даже не рассматриваем. Я думаю, если происходит заболевание, да еще альтернативный сплассинг, это, наверное, сложный случай. по-разному сплассируется это вы правильно заметили но тут у нас один и тот же белок мутирован у нас просто разные аллели на белок у нас из одного и того же сказать а я поняла они друг другом на теоретически то возможно если они совершенно разных доменах и у них как бы эти домены как бы не прикрываются и друг друга дополняют да скажем если испорчено там у одного белка там функция связаны с днк я так утрирую а вторая функция у него было предположим я не знаю там какого-нибудь там переноса в ядро ну не знаю там ну что перестись и поэтому в одном у нас получилось что он связываем к но не переносится ну когда-то подумаем а в другое внизу что он переносит анисенция влушатели лучше не станет потому что самое тот который переносит ağли связывается он другой такого не как смт не поможет мне это и динги кажется не очень как我有 работе есть ли какой есть другие примеры мне кажется что любой испорченный было не важно где он и уже испорченный он может только другой член семейства, если он существует и частично перекрывает его функцию, может спасти ситуацию. Но тот же самый белок, я сомневаюсь. Интересная дискуссия с точки зрения этого самого. Так, как у нас тут со временем? Потому что если мы увеличиваем нашу лекцию, а стоит ли ее увеличивать? Если у нас 17-го будет лекция. Время еще есть, в принципе. Ну давайте тогда, в принципе, уже сделаем. Раз так. Так, значит сегодня еще мы тогда поговорим по поводу генной экспрессии в эукариотах в отличие от прокариот. На самом деле, это уже тема обсуждалась и она не такая уж сложная, как кажется, так что вполне, в принципе, нормальная. Значит, бактериальные гены у нас, скажем, часто бывают организованы в опероны. Помните, он говорил, какой-то оператор, какой-то есть элемент, который сразу несколько белков, несколько генов за собой контролирует. И, в принципе, если этого оператора или там какого-то специального сайта контролирующего нету, то что такое сигма-субединица, вы помните? Это субединица полимеразы, РК-полимеразы. Она найдет ген и начнет его, так скажем, производить, если только у этого гена нет какого-то дополнительного контроля. То есть, как бы по... Тут называется ground state, по-английски значит, что это как бы по умолчанию, если ничего другого нету, то будет производиться транскрипция без проблем, и ген будет экспрессироваться у бактерий. А если будет какой-то оператор или еще какой-то регуляторный сайт, тогда от него будет зависеть, будет ли транскрипция или нет. А вот у каротических генов у них гораздо все сложнее. Во-первых, у них как бы обязательно, чтобы вот структура хроматина должна быть распределена. Ну, то есть, как бы, если у нас там он метилирован, как вы помните, ДНК или там гистонадецитилированный, то не будет происходить транскрипции. Кроме того, у каротических генов регулируются позитивно. Это значит, что если нет дополнительных транскрипционных факторов, то самого наличия РНК-полимеразы недостаточно. Нужно обязательно, чтобы быть транскрипционные факторы какие-то дополнительные. Это позволяет регулировать нашу транскрипцию в более таком, ну, понимаете, если бы не было транскрипционных факторов, то регулировать было бы невозможно. Вот. И регуляторные компоненты, они гораздо более сложные, конечно, чем у бактерий. А еще, что очень важно, что как бы транскрипция с трансляцией не происходит в одном и том же месте. Ну, потому что у нас есть ядро, а трансляция происходит в стоплазме. Да. Интересно, а вот это, ну, известно, как оно расплетается? Ну, это же кажется очень сложно. Потому что оно как бы очень сильно, ну, то есть физически, как это происходит? А оно скорее не расплетается, а заплетается. Оно остается в тех местах, где оно расплетенное, оно просто остается расплетенным. А в тех местах, где вот происходит вот это метилирование, которое привлекает, или там изменение гистонов, оно привлекает в себе специальные белки, которые их как бы сплетают сильнее. А если их нету, ну, по умолчанию, то оно остается расплетенным. То есть как бы вот это расплетение, которое существует, оно достаточное. Оно, конечно, не совсем то расплетение, которое вы представляете себе, но этого достаточно, чтобы произошла транскрипция. Я вам сейчас покажу картинку, то будет понятнее сейчас хочу найти картинку она не расплетается она скорее как я сказала но она не заплетается а вот это до такой степени мы не рассматриваем я смотрела на уровне вообще так сказать супер скажешь у меня была картинка где-то было все сплечено так красиво можно хоть и здесь посмотреть там самое дело в том что нормально днк вообще у кориот она сплетена уже и дальше она уже воспитаться не может она накручена на гистоны под к вить тут и у нас гистоны образуют так называемые вот эти вот сказать даже не знаю это соленоид называется модель по-английски а между ними есть линкер который называется h1 вот и как бы этого уже достаточно для того чтобы происходило более-менее и транскрипция и все что хотите ей не нужно расплетаться уж там дальше как бы больше чем вот того чтобы вот это есть то что остальное расплетение происходит во время транскрипции уже там уже будут ферменты которые уже сплетаются муднк но даже чтобы началась вообще транскрипции чтобы подошли эти ферменты нужно чтобы хотя бы она была вот так вот потому что она может быть гораздо хуже скажите к вам ручу хуже а хуже может быть вот во первых потому что как бы метилирование вот вот этих вот цитозинов она привлекает к себе специальные белки которые называются метил связывающие белки они еще больше заплетают это все а также модификация гистонов вот тут к растут показано сейчас да вот модификация гистонов она тоже самое вот тут децитиляция она привлекает себе очень сложный такой вот комплекс который еще больше все это дело закручивает и вот у нас тут тут была тата это которая вот в промоторе которая должна рнк полимераза узнавать она таким образом вообще будет недоступна ни к чему потому что она полностью таскать забита этим вот лесами строительными потому что хромосома самом деле укрет что это такое это такая совершенно страшная структура с точки зрения как бы количества всяких вот кроме вот самого вот это вот нуклеотидов и самих вот нуклеосом то есть нуклеосом который гистонов содержит еще там есть куча всего которые ее еще более скручивают в тех местах где транскрипция невозможно в тех местах где она возможна отсутствие вот так сказать этого вот метильного метил c и модификации гистонов гистонов наоборот помните днк мицеллерова на когда она не активно а гистоны наоборот они никогда не активно они дэтс вернул а то есть ацетилированные гистоны они наоборот активны то есть миссии родинкаана вас не активная а цифрованный гистон наоборот активный плюс короче вот я думаю на самом деле стоит ли нам действительно из одной цепочки днк получается ну как без одной молекулы днк получается ну да и там как вот молекула днк она из двух ниток состоит и одна нитка уходит в одну новую молекулу а другая нитка в вторую новую молекулу как называется полуконсервативная да 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 ага чтобы разойтись они должны полностью расплит ну отцепиться в момент когда происходит либо репликация либо транскрипция вот в самый вот этот момент там уже происходит расплетание на локальном уровне но мы говорим сейчас о том чтобы рнк полимераза вот с точки зрения транскрипции должна вообще присоединиться к этому участку хромосом если там столько всего что она не может даже подойти к нему то там и другие ферменты пригласить то тогда вообще ничего не произойдет то есть поэтому даже не волнуйтесь о том что происходит уже на уровне что вообще все расплести а хотя бы для того чтобы вообще сайт был доступен но это нас касается только тех участков которые постоянно у нас так сказать в точки зрения последовательности каких-нибудь вот junk dna они постоянно у нас находятся в состоянии гетерохроматина все остальное у нас меняется то есть там такие небольшие изменения которые происходят скажем вот с точки зрения прибавления этих транскрипционных факторов которые позволяют как-то транскрипции проходить лучше оно меняется по чуть-чуть видите написано что с точки зрения вот ацетирования например у нас что гистоны могут убираться и и скажем белки которые являются репрессорами они будут стимулировать death от сслирования гистонов а белки которые будут активаторами они могут ацилирования то есть наоборот то есть эти белки еще у нас контролируют на уровне укール физикации гистонов то же самое на уровне метеллирования если у нас метиллирование присутствует то тогда ничего не может произойти но если его убрать то есть добавить такие как бы weirdest которые убирают митильные остатки. Все это происходит, так сказать, на уровне критического генома более-менее постоянно, потому что у нас сложность такая, что надо контролировать экспрессию генов. В общем, довольно таки на таком вот уровне, скажем, в какой-то момент нужно тот-то ген экспрессировать, другой момент, другой. Но, по крайней мере, эти гены, они уже как бы изначально более-менее доступны. А вот, скажем, с точки зрения гетрохроматина, там так все, так сказать, заплетено и белками, и забито, что там никогда вообще невозможно все дело расплести. Иначе тогда в некоторых заболеваниях, когда происходит глобальная дестабилизация генома в раке, например, когда называется ломки хромосомы, представляете, что происходит? Тогда вообще просто дам как бы рак на раке, и все, человек умирает, потому что там страшные разломы хромосомы в разных местах и прочее. Они начинают быть активными там, где они не должны быть. Это бывают такие отдельные заболевания, не даже наследственные. Но это ненормальное состояние. То есть в нормальном состоянии контролируются только те участки, которые должны. Вы знаете, пожалуй, я вот подумала, так как у нас 17-го будет занятие, то стоит ли действительно увеличивать на полчаса. Значит, если у нас не было одного занятия только, то я просто его, оно 17-го уже и будет. Тогда в принципе, да. Ну как бы 17-го, которое, я думаю, будет лаборатория, а вместо этого будет занятие. Так что не стоит, потому что тяжело. Я вижу, что это нереально. Когда начинается вторая тема, вы уже плохо воспринимаете. Так что давайте. Мы прерыв сегодня не делали, закончим на 5 минут раньше. Продолжим с биологией.